Доброго дня, коллеги и друзья! Вы в цифровой гостиной. Владимир Миков, меня так зовут. И у нас сегодня у гостя Георг Тывосович. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете поподробнее рассказать о себе, элементарно представиться? Меня зовут Машенко Георг Тывосович. Я работаю преподавателем различных программ бизнес-образования в научно-исследовательском университете Высшей школы экономики. Я знаю, что вы тьютер. Да, также являюсь тьютером Сингапурской академии корпоративного менеджмента. Вот с недавнего времени. Но пока еще не имел честь практиковать перед слушателями. Куда мы вас всех и приглашаем, кстати. Где Георг Тывосович будет тоже одним из самых лучших преподавателей. Потому что мы его знаем по другим проектам замечательным. И я думаю, вот этот багаж знаний с удовольствием передаст и вам. И начнем с того, что волнует, наверное, многих. Что происходит с нейросетями? И когда мы докатимся до матрицы по известной трилогии? На самом деле, это действительно актуальный вопрос. Для меня особенно. Недавно совсем была защита проектов на одной из наших экзекьютив программ, директор юридической службы. И двое слушателей как раз под моим научным руководством защитяли темы по автоматизации. И один из вопросов, который они рассматривали, это как раз искусственный интеллект, нейронные сети, машины обучения. И, да, то есть вот этот тренд, что такие сотрудники высшего звена, директора департаментов, в частности, вот такого консервативной отрасли, как юриспруденция, уже давно смотрят на это. В России этот тренд появляется, чтобы освободить от рутинной работы. И пока, мне кажется, вот на этом в ближайшее время мы остановимся. Все-таки о матрице и такой восходящем сильном искусственном интеллекте пока рановато говорить. Но, наверное, пора говорить о том, что будут вымирающие профессии просто пополняться в списке. Да, какая-то переквалификация в любом случае будет. Да, это сродни любым технологическим и научным революциям, да, смене парадигм. Поэтому, безусловно, и мы уже сейчас видим и появление новых профессий, и отмирание старых. А какие можно перечислить? Ну вот опять же, да, раз я вспомнил вот эту вот программу нашу, да, директор юрслужбы, очень много кто и заявляет, открывает новые штатные единицы, и уже есть, например, директор по юридическим операциям. Операционное управление с юридического департамента. Директор по цифровизации внутри юридического департамента. То есть это не там Chief Digital Officer непосредственно всей компании, а конкретно человек, отвечающий за цифру внутри департамента. Или так называемый бизнес-партнер, юрист-бизнес-партнер, который отвечает за коммуникацию. Ну, аналог HR бизнес-партнера. Да, HR бизнес-партнера, да, 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 все верно. Да, вот как раз это можно сказать, что оттуда этот тренд пришел. То есть, ну, здесь я всегда вспоминаю прекрасную фразу, не знаю, конечно, кто это сказал, эволюционируй или умри. Да, да, да. То есть, безусловно, профессии какие-то отмирают, но у людей есть шанс переквалифицироваться. И здесь могут открыться новые возможности. И возможно, да, что они даже подумают, ой, а я на самом деле всегда этим хотел заниматься. Коллеги, кстати, переквалифицироваться можно здесь, на кампусе, благодаря замечательным тьютерам и передаче знаний и умений. Означает ли появление юридического бизнес-партнера, скажем так, означает ли это, что через некоторое время искусственный интеллект сам будет предлагать варианты, скажем, отстаивания интересов в судах и так далее, и так далее? То есть, ведь он быстрее перебирает, скажем так, варианты и ищет разные лазейки юридические. Ну, здесь, наверное, сложно говорить о прямо такой прескриптивной аналитике, чтобы выдавать точечное решение. Но все-таки очень много внешних факторов. И что касается, например, конкретно нашей системы, у нас все-таки очень большой упор идет на толкование нормы. Поэтому усмотреть... Можно, например, в Новой Зеландии есть прекрасный проект про машинописный закон, когда законодательство перегнали в некий такой код, который читаем и обрабатываем программой. Я, к сожалению, нюансов не знаю, как там все это выглядело. Но суть в том, что некоторые решения с абсолютно определенной санкцией, когда что-то нарушил, получил наказание, уже принимаются. Но более такие споры о праве, не о факте, все-таки сложно. Здесь даже, боюсь, что компьютер, который обыграл вот эту в игру Go, лучшего игрока в мире, вряд ли потянет. Но, тем не менее, математические модели есть. Есть прекрасная модель французских ученых. Помню только фамилию Париси, которые математически придумали, как рассчитывать тренд юридической константы. То есть несколько судов выносят такие-то решения, это формируется в константу, соответственно, следующее решение, скорее всего, будет выяснено так. Скорее всего, будет прогноз такой. Но, опять же, это скорее, это только приближается к предиктивному уровню прогноза, но не к прескриптивному. Сразу же возникает мысля касательно фемиды, которая вообще-то с завязанными глазами. Но не секрет, что не только в России. Фемиды иногда приоткрывают, так сказать, один глаз, смотрят, может быть, кто-то что-то на одной из чаш положил. Да, неожиданно. Что-то вдруг приросло и склоняется в ту или иную сторону. Так возможность искусственного интеллекта уйти от такой, так сказать, благосклонности и лицеприятия. Здесь уже мы переходим скорее в проблему этики, искусственного интеллекта, этики философии. И здесь самый главный вопрос, кто смотрит за смотрящим. Безусловно, этот же вопрос возникает в случае, когда у нас люди судят. Потому что все равно надзорные органы присутствуют. И так или иначе, это все равно источник финансирования этих вопросов. Понятен. Ни в коем случае это не комментарий об аффилированности суда. Это скорее факт. Поэтому эти вопросы, безусловно, будут всегда. И с нарастанием актуальности внедрения искусственного интеллекта и его прекурсоров будут возникать. Об этом будут говорить. Я знаю, что есть достаточно сильная школа вообще в принципе этики, искусственный интеллект, философии этики в Англии, где эти вопросы разрабатываются. Но я, опять же, я не думаю, что это будет внедрено повсеместно. Скорее всего, это будут такие, опять же, простейшие решения, споры о фактах, где если то иначе. Скорее, это будет как советник. Если масштабно говорить. Да, и есть продукты. Например, наша замечательная российская компания Правотек уже разрабатывает эти продукты и в чем имеет большой успех. И это и наши партнеры большие. То есть, здесь, безусловно, уже большой прорыв есть. Но, опять же, на уровне советника, нежели такое общефедеральное, государственное такое значение принимает. Кроме юридической науки, где еще нейросети могут быть очень полезны в ближайшие годы? Ну, уже они подтвердили многократно свою применимость в том же маркетинге. И сейчас, не могу точно сказать, но, наверное, года три назад появилась прекрасная разработка в виде камеры, которую ставят за прилавки товаров. И она отсматривает, на какой товар человек смотрит. Да, и, соответственно, от этого формируется товарная сетка на прилавке. Ну, в общем, для мерчендайзинга там огромное количество. Да, огромное количество, потому что есть очень понятные паттерны поведения, где можно выявлять вот эти закономерности и давать аналитику. Безусловно, это и экономические модели, да, и, кстати, тоже управление проектами. Много... Все так или иначе можно в какой-то степени автоматизировать, да, или убрать из задачи рутину. И, скорее, здесь не искусственный интеллект, а вот такие, да, небольшие продукты, связанные с машинным обучением, могут помочь. Там тоже интеллектуальное автозаполнение, да, этот продукт еще известный нам со времен Т-9, да. Такие продукты будут и, безусловно, спасают нас всех от этой рутин. Вот, жаль, что мы пока не видим массовое внедрение, но это проблема не сколько в продукте, сколько в, так скажем, экономической ситуации. Приоритет. Сейчас, с учетом COVID-19, с учетом того, что мы больше привыкаем, к счастью или, к сожалению, к онлайну, нам, наверное, придется больше пользоваться услугами сетей. И, соответственно, нейросетей. И где еще лежит, ну, скажем так, поле открытий, что ли? Где еще нейросети могут показать свою эффективность? На самом деле это, да, так вот сложно на сколько ответить, потому что, да, огромное количество сфер таких, и так или иначе везде уже что-то пробовали. Возможно, что самый такой большой шаг все-таки это математика и все, что с ней связано, потому что откуда это родилось, там это больше, так сказать, и изучается, и двигает, и совершает там те самые необходимые научные прорывы, чтобы в других отраслях это дальше развивалось. Конкретную назвать бы отрасль, вот где бы это могло быть, вот прямо 100% таким большим шагом, к сожалению, сложно. Все-таки здесь нужно учитывать большой объем информации, да. Тут такая ситуация информационной депривации. Очень сложно дать конкретный ответ, а прогнозы дело очень неблагодарное. Ну, хорошие, да, хорошие слова, вот сейчас звучат в эфире, депривация информационная. Я-то понимаю ее суть. И тут же хочется задать вопрос, который касается вообще нейросети. Есть ли какое-то определение, которое будет понятно широким кругам, даже, не знаю, там, учащимся старших классов, скажем так? Ну, это скорее некая математическая модель, позволяющая на основе неких данных разными способами обучения выдавать некий результат. И прогноз. Да, и прогнозы не всегда. Это уже более такие продвинутые формы. Я люблю сравнивать нейросети с классом, большим классом младшей школы, первоклассной школы. Вот они умеют делить, умножать, плюсовать, минусовать. Нейросети это тоже умеют делать. Да, да, да. И вот вы собираете огромный класс, да, там, дошкольников, школьников маленьких, и вот они вам считают и умножают, делят, выполняя уже в своем массиве более сложные операции. Ну, то есть это что-то, что вы можете научить отличать пчелку от собачки, показать собачку, она скажет. Это с вероятностью такой-то, это собачка. Хотя, опять же, существует много различных архитектур этих нейронных сетей, которые направлены на разные задачи. Да, там, что-то донизирует картинку, что-то там, может быть, работает со звуком, с распознаванием речи, что-то вообще генерирует какой-то там новый звук. Было прекрасное исследование, когда накачали, обучили вот эту небольшую сеть, дали слушать ей Вивальди, там, Моцарта, там, всего чего угодно, классическую музыку, и она попыталась создать какой-то свой музыкальный пассаж. Вот, то есть, ну, у меня хоть есть музыкальное образование, но я не берусь критиковать. Не вдохновился и не дайся. Да, но не вдохновился, да, 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 да. Поэтому... Я слышал о таком стартапе, интересном проекте, который касается написания композиции на основании, опять же, того или иного, так сказать, течения в музыке. И не знаю, как сейчас поживает, не буду рекламировать и назвать, но, по крайней мере, за достаточно вменяемые денежные суммы можно попросить, так сказать, вот эту сеть разработать, выдать на гора, причем с передачей авторских прав, так сказать, на эту композицию. Есть еще один продукт, продукт питания даже, это то ли какая-то газировка, то ли еще что-то. Которая была выведена? Да, нейронной сетью. Что-то, что-то связанное с фантой, вроде бы, мне так вот кажется, но я точно, опять же, название не вспомню. У них еще такая реклама необычная, что эта программа, эта реклама создана нейронной сетью, и что вот эта газировка создана тоже нейронной сетью. Ну, как такой необычный кейс применения, опять же, да, может быть, в сфере футтека нейронные сети там выстрелят еще все дни, да, тут сложно. Какая связь между нейронной сетью и майнингом? Ну, майнинг все-таки это операция, которая высчитывает, есть такое значение в криптографии, называется нонс, то есть, что-то решение математического уравнения. Раньше они там, когда цепь простая, они простые, а потом с увеличением цепи они становятся все более сложными, сложными, сложными. Ну, это же вот как в первом классе. Да, 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 да. Точно был пример, да? Да, но здесь все-таки немножко другая, суть операции немножко другой, да, здесь возможно вычислить только путем подбора, и, собственно, поэтому существует вот эти вот мощные ASIC-чипы специальные, да, которые вот фермами выстроены, которые путем подбора решают эти задачки математически, находят вот эти нонсы, создавая блоки. Все-таки я, честно говоря, технически вот в эту тему не погружен, чтобы ответить на вопрос, да, корректно, да, может ли там быть применимость? Ну, человеческий, да, интеллект многогранен, может быть, и найдут какую-то привидевость или нашли уже, не знаю. Георгий Тависович, над какими задачами научными сейчас трудитесь? Ну, у меня благодаря вот поступлению в Сингапурскую академию, но на другую программу появилась прекрасная возможность заняться моей любимой темой, которую я уже очень давно изучаю. Это инновационные цифровые экосистемы, ну, и цифровые экосистемы, инновационные экосистемы. Конкретно в рамках своей диссертации я исследую различные модели, связанные с аналитикой рисков в этих экосистемах. Но так или иначе, тема достаточно такая, да, она широкая, приходится местами даже новые какие-то термины создавать. И это, наверное, самое основное из сферы научных интересов. Я так понимаю, что выпускники, ну, ваши же однокашники, скажем так, будут очень востребованы, не говоря уже о вас, и думаю, что зарплаты там будут просто с большим количеством нулей с учетом тренда. Большая часть, да, как бы моей деятельности доходной направлена на управление различными цифровыми проектами не только в России, и по большей части не в России. И, безусловно, когда я начал в переговорах, да, при отправке там или резюме, или какого-то небольшого, да, там CV, упоминать, что я являюсь даже не то, что уже степенью, а элементарно докторантом ДБИ, да, это, безусловно, ценник накручивает. Но здесь важный фактор все равно, то есть уровень квалификации, получаемый после, это все равно формальность. Важны проекты, наверное, реальные дела. Да, важны проекты и реальные дела. И, более того, важно желание человека непосредственно погружаться в это. Очень часто я в своей преподавательской деятельности, потому что у нас преподавание взрослым, опять же, тоже вот профпереподготовки, повышение квалификации. Ну, это же андрогогика, да. Да, да, да. Я очень часто замечаю, когда люди приходят за бумажкой. И когда в процессе своей деятельности они не могут эту бумажку подтвердить. То есть она у них формально есть, они, безусловно, все формальные критерии выполнили. Но так или иначе идет некий, да, у человека диссонанс с тем, что вот, да, ты, например, имеешь там степень executive MBA, а на деле ты принимаешь решение, которое... Да, на уровне, там, дай бог MBA. Ну, эта проблема будет всегда, ее не решить. Здесь исключительно вот важно, чтобы сам человек, который приходит, понимал, безусловно, зачем он идет, что он хочет получить, имел достаточную степень мотивации и достаточный интерес к тому направлению, которое он хочет изучать. Чтобы быть счастливым до конца дней и не работать вкалывая, там, да, заставляя себя на силу. Ну, да, работа, да, работа, которая нравится, в радость, да, своя ноша не тянет, вот, потому что я, например, пошел на управление инновациями, доктор, доктор Диалом МСИ, Сингапурский Академия управления инновацией. Знал бы я, что будет программа CDO, я бы скорее пошел на CDO. Хотя вот я тоже много думал над этим вопросом, все равно моя деятельность, она все равно проектная, и это не внутрикорпоративная деятельность, хотя очень часто я и другие члены моей команды, мы выступать можем как эксперты для какой-то компании, но это все равно в рамках конкретного проекта или процесса внедрения, там, или моделирования какого-то решения на стадии просто, там, разработки технического задания, это все равно мы не погружаемся досконально в общие операционные процессы компании. Если проект длительный, например, от стадии, да, там, аудита процесса до внедрения и сопровождения, то, безусловно, мы вынуждены погружаться в процессы, которыми мы занимаемся и сопутствующие. Но, опять же, мы не варимся в этой структуре. И поскольку у нас внутри такой нашей команды имеется и своя корпоративная культура, мы даже не входим в сочетание с их корпоративной культурой. А вот интересный момент касательно корпокультуры и то направление, которое вы выбрали, innovation management и CDO, да, которое мы узнали немного позже, можно ли благодаря нейросети создать инновационную корпоративную культуру в организации? Что может для этого сделать нейросеть? Ну, в теории, безусловно, можно, опять же, на основе каких-то, это как в порядке, да, импровизации, что можно сделать, насчет эффективности, большие сомнения. В теории, да, в теории что можно сделать? Можно провести некий психометрический тест сотрудников, посмотреть, что им так или иначе нравится и скормить эти данные сети, которые предложат, например, интересные патчи на корпоративные бомберы, не знаю, что-нибудь такое, да, там. Расшифруйте патчи и бомберы. Ну, наклейка на костюм. Это будет проще. Да, 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 вот. Некий такой внутрикорпоративный там суббренд для какого-то департамента. Касательно суббренды, кстати, с учетом достижений в маркетинге и с учетом того, что нейросеть сейчас очень может помогать маркетингу, да, исходя из ваших же слов, скорее всего будет более точная кастомизация. Заходит покупатель в розничный магазин какой-нибудь, там, премиум или там массово, так сказать, да, масс-маркетинг, да, и его тут же, ну, как бы нейросеть распознает, не просто там по его ID, так скажем, кто конкретно вошел, а предполагает, что, скорее всего, будет интересно этому покупателю. Ну, то есть он может сразу же, я предполагаю, что предложить этому покупателю на основании данных, которые, так сказать, он тут же снимет, читает, посетить вот такой-то отдел или такой отдел, так сказать, да, спрогнозировал. Да, здесь просто вопрос такой, что очень часто, когда речь идет в сфере именно вот такой, что предложение продуктов, очень часто бывает, что мы убиваем муху золотым молотком, что, например, нейронные сети очень часто это откровенный оверкил, потому что все это можно достичь просто вычислением, ну, то есть здесь не нужен элемент обучения, это то, что всегда было с этим товаром, часто покупают, или на основе этого предложения, вот, посмотрите, вот это, то есть это можно делать механически. Это проще и дешевле. Это проще и дешевле, и в масштабах, например, небольших форматов, да, скажем, даже на каком-то этапе среднего бизнеса, розничного, это, в этом нет витальные необходимости. Безусловно, это следует закладывать в стратегию роста, но возможно здесь... Стоит ли делать это сейчас, пока, так сказать? Да, кост-эффективность такой, да. Пока золотой молоток дорог, так скажем, очень. Да, пока мух не так много, они такие жирные, да, то есть можно обойтись хлопушкой. Что касается, опять же, да, в принципе, применения именно в сфере кастомизации, то да, здесь интересный момент подтягивания каких-то данных, некой информации с внешних источников, то есть поведение пользователей за рамками магазина, там, то есть или какие-то, но опять же, это все достигается там путем куки с того же самого, да, там этого пресловутого печенья, которое наш браузер собирает, да, и так далее, и так далее, и так далее. Коллеги, быстро погуглите, что такое куки, да, и почему про печенье шут, да, и так далее, и так далее, да, то есть есть ли необходимость автоматизировать эту деятельность? Безусловно, да. В ближайшем будущем будет ли она автоматизирована? Скорее, скорее, потому что крупные компании уже сделали, да, или применяют какие-то решения, может быть, в схожей сфере, но не напрямую внедрение, да, тут уже как раз-таки вот Chief Digital офицеры должны будут решать, да, эффективно ли внедрение, или нет. Могу предположить, что IT и маркетинг будут рулить с нами вот прям в ближайшее время, ну, и, соответственно, IT-специалисты и маркетологи рулить системами, ну, почему? Потому что грозит вроде бы и вторая волна пандемии, да, мы будем сидеть или дома, работать дистанционно, или вот есть такой тренд, выезд на загородную площадку, скажем так, да, и многие ринулись на дачу, и вдруг обнаружили, что дача не совсем приспособленное, так скажем, место для проживания и работы круглый год. Многие, кто выехал туда пораньше, скажем так, я сейчас не о себе больше, я так статистически, да, на основании комментов в социальных сетях, отнюдь не рады тем, что они имеют, то есть им хочется что-то там утеплять, перестраивать, как-то что-то просчитать. Вот если брать загородное, малоэтажное строительство, что может дать нейросеть? И, кстати, компании, многие, кто вдруг обрадовались, что можно сейчас, ну, отчасти заработать, так скажем, да, на строительстве малоэтажном, на, там, не знаю, услуга по утеплению, по внедрению, там, подходов в умный дом. Что нейросеть может предложить таким компаниям и потребителям, конечно? Я начну сначала с, пожалуйста, да, с первой части по поводу управления маркетологов, все равно… И IT-специалисты. Ну, да, все равно ими правят качественные управленцы. Это точно, если есть такие. Если такие имеются. А на них дефицит огромный. Да, 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 потому что все равно, конечно, они принимают и должны принимать собственные управленческие решения, это одна из необходимых компетенций. Но те самые необходимые стратегические решения принимают все равно всегда управленцы, так сказать, лобная доля, голова, да, куда потом руки уже идут и применяют. Поэтому всегда базовой компетенцией все-таки является управление. Георг, простите, вот, пока не ушли от темы лба и ума, я приведу такую распространенную, что ли, поговорку, что в основном компании губят топы, которые, например, не умеют принимать управленческих решений, то есть постоянно их откладывают или боятся это сделать. И второе – это патологическая жадность. Можете прокомментировать, где точно необходимо принимать решения топом, в каких конкретных там сферах, переделах, ну, как угодно, если там производственную терминологию внедрять. И на чем точно экономить сейчас нельзя? Ну, про принятие решения здесь сказать сложно. Архитектуры управленческие бывают очень разные, и дифференциация зон ответственности может быть очень разной. Ну, та же нейросеть может предложить топу варианты решения. Возможно, да, опять же, то есть благодаря аналитике некое можно, она может дать совет. Совет, совет. В моей практике работы по управлению проектами вот внутри нашей команды у нас есть три сооснователя. Есть один из них я. И я как-то, ну, поскольку мне одному из драйверов, вот я это больше всего двигал, загорелся этим, окрестили, вот ты будешь там генеральней. Ты патрон. Да, ты патрон, да. Но, опять же, вот есть, например, какой-то проект. Я не являюсь во всех проектах руководителем проекта. Это логично, да. Я, например, в каком-то проекте могу быть там, не знаю, отвечать за стандартизацию процесса там по ИСО и еще там по различным узкоспециализированным там IT-стандартам управления проектами. Где-то я могу отвечать там исключительно за коммуникацию со стейхолдерами. Где-то я могу отвечать там, будучи заместителем там технического директора. То есть важно уметь, будучи, занимая какую-то номинальную позицию, уметь быть более гибким по отношению к другим. Слушать и слышать другие предложения, идеи и так далее. И уметь работать, вот, да, хотя это же считается одно и то же поле. Рот, да, управления IT-проектами, там, IT-консалтинг, скажем. Выполнение какой-то там задачи. Например, проекты связанные, есть такое направление, там, дизастр рекавери. Когда что-то случилось, там, сгорел сервер, там, еще что-нибудь. Все, дизастр. Да, дизастр случился. Вот, и я этим, например, вообще не занимаюсь. Это очень прямо узкоспециализированное, там, много, огромное количество нюансов, в первую очередь, глубоко технических. Там отдельные люди сидят. И жесткой дифференциацией зон ответственности, мне кажется, даже быть не то, что не может. Не следует так делать. Ну, то есть, современным топам и владельцам важно настроить элементы корпоративной культуры таким образом, чтобы они первое, чтобы до них доходила нужная информация. Безусловно. Потому что сейчас в современном мире информационных технологий это прям проблема. Очень часто, в силу тоже отсутствия, там, возможности управлять неким информационным шумом, который окружает высший менеджмент, получается так, что они абстрагируются от полевых процессов и перестают понимать вообще, чем они управляют. Можно тут же вопрос, провокационный, наверное. Поговаривают, что Владимир Владимирович Путин, несмотря на патриотические взгляды, ответственность, работоспособность неимоверную, все равно не владеет полной картиной мира. И есть некоторые фильтры, которые не позволяют ему понимать, что творится на местах. Очень много перегибов на местах, о которых он сам говорит. Как нейросеть может помочь президенту Российской Федерации? Ну, я боюсь, что здесь точно нейросеть не поможет. Потому что стоят люди, которые включают... Кто смотрит за смотрящим, да, то есть я боюсь, что это слишком амбициозные цели, иначе нам президента придется нейросетью заменить. Есть какие-то такие антиутопичные сюжеты по поводу того, что есть некий artificial general intelligence, искусственно-интеллект наивысшего порядка, который создает законы, всем рулит и так далее. Вообще в мире. Да, это какая-то антиутопия, честно говоря, чего-то не очень хочется. Что касается применения каких-то, как бы грубо это не звучало, местечковых вопросов, возможно, опять же, да, это... Я думаю, что в политическом инжиниринге это так иначе уже давно применяется. Да, вот, уже как минимум несколько десятков лет. Да, да, да. Что касается принятия каких-то конкретных управленческих решений, честно мне это такая сфера, в которой очень сложно сказать, вот это следует сделать. Верну вопрос, так на чем не стоит экономить? Да. О принятии решений топами мы вкратце поговорили, но хотелось бы больше, потому что вернемся к этой теме, но на чем не экономят сейчас? Ну, на чем не следует экономить, это, в принципе, всегда не следует экономить на благополучии сотрудников, особенно, да, вот такое тяжелое время, потому что для многих дистанционная работа – это боль. И я, например, безумно счастлив, что меня вернули в привычный образ жизни, потому что вот два последних года я работал, да, в уже формальном высшей школе экономики, где приходилось, да, там, занимать конкретное физическое рабочее место, хотя первое, что я попытался сделать – это установить TeamViewer, вот, программу, да, для удаленного доступа. Но для многих, безусловно, это очень серьезный процесс, в первую очередь психологический. – И это инновация, по сути. – Да, и это даже не инновация, это скорее такое революция сознания, инновация все-таки, как, опять же, это мое мнение, это более такой мягкий процесс внедрения, а здесь… – А революция поженче. – Да, а здесь, что, кстати, опять же, мне кажется, очень хорошо, это произошла такая очень жесткая революция, когда людей просто ситуация вынудила стать… – COVID-19 ускорил процесс перехода онлайн. – Да, ускорил. – И обучил людей тем самым необходимым цифровым компетенциям. Хотя, ну, у меня было пара кейсов, когда меня просили там помочь с настройками, когда приходили вопросы и видно ли трещину на экране, если я демонстрирую экран, вот, и там, как мне развернуть PowerPoint, там, или что нужно делать, ну, то есть, это все шутки шутками, но к чему, да, к тому, что эта ситуация действительно вынудила людей посмотреть на мир по-новому, и это очень-очень хорошо, потому что эти компетенции, они помогают ускорить работу, и я надеюсь, что это и высшему менеджменту дало возможность посмотреть на ситуацию по-новому, потому что очень много сотрудников, которые могут действительно работать на так называемой удаленке, но опять же здесь уже возвращаемся скорее к чему начали, большие правовые риски, потому что, ну, например, работаю я на удаленке, у меня рабочий день, я пошел на кухню, обжегся кофе, это производственная травма или нет, я не юрист по трудовому праву, но такой вопрос возникает. Я слышал, что над этим уже работаю. Ну, да, надеюсь, надеюсь, по большому счету ты, да, это актуально. Ты работаешь, и ты в процессе, да. Верну вопрос касательно удаленной работы и работы, скажем так, с загородной резиденцией, там, дачи или как, продачи. Что может дать нейросети вообще, не знаю, может быть, коснуться темы умного дома? Да, я как раз хотел сказать, что, наверное, самое положительное, откуда можно вынуть наибольший эффект, это из умного дома. Который, наверное, для премиум-сегмента, для покупателей премиум, да, был бы очень актуален сейчас. Ну, для покупателей премиум, да, но есть и, скажем, можно запаковать более бюджетное решение, есть такая потрясающая штука, называется IoT Photon, Internet of Things Photon, да. То есть, Фотон интернета вещей, скальки. Это такая небольшая ерундовина, которая может подключить вещь к интернету. Они стоят недорого. Холодильник. Да. Что угодно. Насчет холодильников я не знаю, но благодаря этим IoT Photon предприимчивая компания в Индии умудрилась отцифровизировать четыре электростанции. бюджет проекта был порядка 1800 долларов американских. И у них 1800 долларов на четыре электростанции. Существенная экономия. Существенная экономия благодаря вот этим вот фотончикам. Какой эффект? Об экономическом эффекте в статье не писали, но сам факт, что они могли получать данные с различных тумблеров своих и прочих вещей о том, какое давление в приложении на телефоне за 1800 долларов. Сам можно сделать в доме, в том числе там, загородном, да, и находясь где-то на выезде, ты понимаешь, что как происходит, да, где пошла протечка, где пошла усадка, где надо там ворио проинтеллировать. Я уверен, что наш русский умелый интеллект способен адаптировать эти фотоны. И я думаю, что уже есть такие самодельные умные дома, где вещи так или иначе такие. Как по-вашему востребованная тема, вот она на российском рынке будет? И да, и нет. Здесь сложно сказать, потому что я знаю много людей, которые принципиально не внедряют это, исходя из соображений приватности. Это связано с теми же самыми голосовыми помощниками, да, почему так или иначе люди там могут отказываться от них. И с другой стороны, безусловно, да, это может иметь спрос, но боюсь только для вот такого молодой аудитории. Отлично. 30+, все, кто работает удаленно, все, кто в IT, там, блогеры и так далее. Но опять же, есть ли у них дача? Ну, возможно, у тех, у которых есть дача. А они построят дом с нуля. Да, да, да. Ну, вот я говорю, да, возможно, у тех, у которых… Слышал практически с первых уст, что глава компании Эбби, Давид Ян построил дом и внедрил там вот эту систему «умный дом», ну, даже круче, назвав ее «Морфеус». И супруга у него напрягалась, говорит, а где все-таки у Морфеуса кнопка? Ну, вот если, например, да, я не захочу, где его можно вырубить. То есть это первый вопрос женщины, который, так сказать, возник. Была, кстати, абсолютно потрясающая реклама Сбербанка. Так. Это даже не реклама, это, скорее, такой мини-фильм. Можно найти его, посмотреть там, набрать «Сбербанк», «Умный чайник», там, «Смарт Типот», там, что-нибудь такое. Суть следующая, что вещи, «умные вещи» в доме начинают ради цели, которые я не буду говорить, посмотрите, инвестировать в Сбербанк. Вот. Потрясающая штука, там, вот, «Союз чайника и холодильника», которые, значит, инвестируют с помощью Сбербанка, захватывая дом. У меня почему-то мультфильм «Мэйдадыр» сразу же был. Да, да, да. С детьми приходится, смотри. Там пылесос, который, умный пылесос, на который нацепили динамит, он там под машину подъезжает, взрывается. То есть это все так вот очень весело. Еще и, скажем, они в акции Сбербанка ввести. Ну, интересно. С юмором. Да, с юмором, с юмором. Кстати, этот фильм был снят друзьями нашей Сингапурской академии корпоративного менеджмента. Да. И они, как раз если память не изменяет, в этом году получили даже премию в сфере цифры. Не за этот фильм, за фильм «Лучше, чем люди». Да, да, да. Вот. Получили премию. Поэтому тоже наши большие друзья хорошие. Вот. Была бы такая возможность, вы бы лично инвестировали в проект, который позволял бы жителям России сделать систему «Умный дом» очень дешевой и сердитою? Скорее нет. Скорее нет. Скорее нет. Скорее нет. Не чувствуете перспективы? Нет. Тут проблема в том, что на самом деле очень зыбкая политическая почва. Почему? Все-таки, чтобы во что-то инвестировать, деньги любят тишину определенную. А я тут в эфире говорю об этом. Да, да, да. Поэтому здесь я такой очень консервативный персонаж в этом плане. Я там, например, в акции ни за что не инвестирую. Окей. Если бы появился инвестор, который бы сказал «Bework», я верю. Есть замечательная идея. Меня она затронула, зацепила. Мало того, аж на электростанциях вот эта вот индийская компания, так сказать, за какие-то копейки сущие внедрила этот подход, когда можно снимать показатели, всем этим управлять, контролировать. Давай-ка сделай ты это нам в проекте с умными домами, которые будем ставить, не знаю, в Подмосковье, под Питером и так далее. Ради бога, за ваши деньги любой каприз. У меня команда готова, я сейчас упакую управление проектом. Сколько это может стоить? Прямо, ну, понятно, комплектующие там где-то заказывать. Здесь, ну, вот опять же, да, с учетом того, что здесь есть еще большой инженерный компонент. Да. Какой именно? Конструкции дома? Конструкции дома и коммуникации. То есть, все надо внедрять, датчики и так далее. Но я могу провести параллель с умными яхтами. Пожалуйста. Практически дом на воде. Практически дом на воде. Такая, вот под, скажем, под одну яхту, такой проект, который можно потом дальше масштабировать, ну, порядка, наверное, 200-300 миллионов рублей. Угу. И это предприятие такое, там, на года два. Отлично. На три. Ну, представьте себе, да, масштаб. Количество домов, которые сейчас строят ежегодно, вообще по России. Я имею в виду частные дома, малоэтажное строительство. Количество яхт, которые выпускают. Ну, в России как-то не масштабное явление. А вот в странах, ну, Италия, Франция, Испания, и же с ними, мне кажется, это все происходит масштабно. Ну, да. В испанских маринах большой спрос. Да. И с учетом пандемии, мы видим, как, кто у нас лидировал, там, да, по зараженным COVID-19 и по умершим Италия, Испания, и, как бы, вот, и яхты. Ну, да. То есть жить на воде, передвигаться, работать через спутник, работать удаленно, получать удовольствие от нахождения у воды в комфортных условиях. Почему бы и нет? То есть, ну, тот же проект с яхтами и проект с домами в России, он, мне кажется, имеет перспективу. Ну, возможно. Опять же, здесь любой проект, а это высокорисковый, высокотехнологичный проект, он всегда требует... Ну, риск считается, да? Да. Я как раз и хочу сказать, что это всегда требует очень такой скрупулезной, детальной оценки. Риск, в первую очередь, и финансовой оценки, и далеко не поверхностной. И во вторую, немаловажную очередь, есть такая, скажем, поговорка, фраза, что без понятного ТЗ получаешь ХЗ. Да, ХЗ. Поэтому очень неблагодарное дело, всегда там заказчик приходит, например, вот тебе там задача, там сколько стоит, ты берешь такой, там ему говоришь, это никогда не попадаешь в точку. Никогда. Поэтому очень часто проекты, которые могут казаться там многомиллионными, в итоге стоят дешево, потому что начинаешь деконструировать требования заказчика, понимая, что ему там это не надо, это не надо, это можно так делать. Все проще оказать. Все проще. А с другой стороны, проекты, которые казались очень простыми, при составлении технического задания, при составлении проектной документации, даже элементарно паспорта проекта, могут оказаться многомиллионными. Георг, вот еще раз присажу, чтобы мы не только как бы разбирали какие-то теории, но при этом на кампусе разбираются проекты конкретные. Да. И это сообщество определенное, когда люди друг другу дают идеи, какие-то наводки, намеки, и тут же это все перерастает в коммерческий проект. Вот с этими же яхтами, которые, в принципе, сопровождают, наверное, премиум клиентов. Например, с загородными домами. Да. Категории премиум. Какую пользу покупатель может получить от внедрения вот этой вот системы «Умный дом» на основании наработок индийской компании? Лучший уровень контроля, больший уровень контроля, больше уровень наблюдения. Но это скорее вип-продукт. Вип-продукты очень редко покупают для какой-то реальной эффективности. Это скорее, чтобы показать, вот посмотри, у меня какая яхта, она не только большая, но она еще и умная. Она еще и умная. У меня дом не только там на огромных гектарах каких-то там несколько тысяч квадратов, он еще и там свет у меня, я ему там скажу «дом», он там светомузыка играет. То есть здесь это больше имиджевый фактор, нежели что-то такое конкретное. Ну и, опять же, элементарные системы удобства. Нужен ли нам «Умный дом», чтобы с пульта открыть ворот? То есть, ну, вряд ли. Это как с нейросетями и предложением каких-то доп-товаров до продажи. Поэтому, а вот возвращаясь про Сингапурскую академию, да, первая часть. Здесь все-таки вот я сначала оказался здесь в роли слушателя, потом уже в роли тьютера. И действительно, что мне понравилось, что это такое некое сообщество, которое на самом деле очень далеко от нетворкинга в том смысле, что сейчас он приобрел такую суть, как вот там тебе дали визитку, ты потом позвонил, а ты кто такой, да? То есть это такой уже такой топорный адский нетворкинг. Здесь такого нет. Это больше такое вот, что я наблюдаю и в других международных бизнес-школах, и то, что пытается сделать там та же высшая школа экономики. В этом смысле вот Сингапурская академия управляющие молодцы, потому что создать вот эту атмосферу you know me, да, ты меня знаешь. То есть ты можешь дать человеку триггер Сингапурской академии. И он говорит, это наш человек. Свой чужой срабатывает. Да, да, да. Сразу же система срабатывает. И это действительно опять же большой вопрос именно корпоративной культуры и той атмосферы, которая здесь присутствует. Это и в академической плоскости, и в сфере прикладной проектной плоскости. То есть здесь вот соблюдается, безусловно, баланс обмена и информацией, и компетенциями, и таким даже дружескими, духовными. Хоть это такое очень патетичное слово, но тем не менее, да. Кто что вкладывает в это понятие духовности. Кто что вкладывает, да. Я думаю, тот, да, с тем оно срезонирует. Коллеги, мы с вами имеем прекрасную возможность задавать вопросы, писать под этим видео обращение к Георгу Девосовичу и прийти на кампус очно, пока это еще возможно, пока мы не ушли полностью на удаленку в очередной раз. Здесь действительно будет формироваться та самая атмосфера, которая позволит вам вырасти в зарплатных, так скажем, категориях, да. Вырасти эмоционально, вырасти в плане поддержки и связей. Это то, что здесь на кампусе практикуется. Сингапурская академия, где тьютером, соответственно, Георг Девосович выступает. Вас призывают в свои ряды. Пожалуйста. И еще раз напомню, что можно обратиться непосредственно к тьютеру, просто написав под видео обращение. Вы увидите ответ и оставляете контакты, предложения. Мы всегда с радостью их рассмотрим. Welcome. И, Георг, под самый конец нашей передачи какое-то обращение, приглашение, пожалуйста. Можно и возучить. В академии много программ, которые могут так или иначе вам помочь и в личностном росте, и в карьерном росте, но, и мы поднимали уже этот вопрос, всегда не воспринимайте это как некую магическую палочку, что получив диплом, получив компетенцию, на следующее утро вы проснетесь с чем-то новой должностью или еще чем-то. Старайтесь воспринимать это как большую работу, как большую ответственность, в первую очередь, перед самим собой. И тогда, приходя на любую программу, неважно какого, будь она уровня, доктор делового администрирования или экзекьютив уровня, вы это получите. Это лишь инструмент, который академия вам дает. А как пользоваться этим инструментом, уже решаете вы для себя сами. Но инструмент отменный, поэтому ждем вас в нашей академии. Получив золотой молоток, полагаю, не придется бить по мухам, поэтому приходите, разберитесь в этом всем сами. И напоминаю, лучше быть, а не казаться. Поэтому не только диплом, но и ваши знания, умения, навыки, связи. Welcome. Спасибо. Благодарю. Спасибо. 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 Спасибо.